Жертвы смогли сами поймать Дивеевского Альфонса. Как говорят девушки, случайно просто повезло. Как мы рассказывали, жертвами 24-летнего Ильи Бабуркина стали не менее 10 девушек. Он представлялся битмейкером, говорил, что пишет биты для известных рэперов, завязывал роман, а потом тянул под разными предлогами с девушек деньги. На похороны родных, свое лечение и прочее, прочее, прочее. Параллельно он проворачивал по нескольку афер с несколькими девушками. Некоторые жертвы отдавали ему по 2 и более миллиона рублей, набирая по 40 всяких кредитов и займов. Вытянув деньги, Илья Бабуркин пропадал. Жертвы поодиночке писали заявление в полицию, но в возбуждении уголовных дел им отказывали. Но в конце концов, они узнали друг о друге и объединились. И вот в Сормовском районе, как подчеркивают девушки совершенно случайно, они на улице встретили этого самого Илью Бабуркина. С очередной девушкой, кстати. Они стали требовать с него деньги, но Илья Бабуркин сразу вызвал полицию. Заявил, что ему угрожает. Приехавший на ряд всех повез в отделение полиции. У дверей отдела мы впервые и увидели этого человека воочию. Здравствуйте. Вы уверены, что я собирал? Да, да, да. У нас есть ваша переписка, ваши голосовые. Много чего у вас есть. Пойдемте с нами, пройдете? Пойдемте, да. Почему этим занимались? Молодые люди, вот здесь вот справа кнопочка. Звоните, пожалуйста, в дежурную часть. Если вас запустят в дежурную часть, пройдете. С чем вас держали? Молодые люди у нас приехали сюда для написания заявления. Я приехал по вызову. Если у вас какие-то вопросы, вот через дежурную. Дверь отпустите, пожалуйста. Полицейские подъезжают. Илья со своей девушкой начинает говорить, что якобы мы там угрожаем, что ли, покушаемся на его жизнь. И к нам подошли полицейские и сказали, давайте все проследуем в отдел. Девочки здесь живут вообще в Сормово. И поэтому они просто мимо шли в магазин и поймались чисто случайно. Он тут как тут идет, своей дорогой, любимой, Патер Квартиков. Вот мы, естественно, вышли из машины, начали с ним разговаривать. Он сразу на агрессию, руками махает. Но мы, естественно, никакие ему физические воздействия не производили. Он хотел, да, на меня писать заявление. Почему? То, что якобы я ему угрожаю. От меня никаких угроз ни разу не поступало. Он решил сам сразу даже вызвать полицию. Мало ли, мы на него тут покушаемся или что-то такое. Будем писать все коллективные. Ну, как коллективные. Каждый будет писать заявление, чтобы оно как бы обобщилось. И было как коллективное заявление на него, чтобы заводили уголовное дело. Нам до этого говорили, что коллективное нельзя писать. Но сейчас вот мы все напишем на него. Я тоже буду сейчас писать заявление, чтобы его, естественно, посадили. Потому что он не должен находиться на свободе. Он на меня сегодня написал, что давай как-нибудь это дело закроем. Договоримся. Я говорю, окей. У меня переписка сохранилась. Я говорю, как мы договоримся? Я тебе отдам деньги, ты не будешь подавать в суд. Я говорю, хорошо, окей. Какие гарантии? Он говорит, нет, это я буду гарантии тебе, типа, выставлять. Я говорю, хорошо, какие? В общем, он сказал, что завтра мы должны встретиться с его юристом. И как-то решить этот вопрос. А потом, буквально пять минут спустя, он пишет, нет, мы завтра не встретимся. Он клянчил же эти деньги, деньги также ему передавались. Именно его карта с его именем, фамилией, отчеством и так далее. То есть все реквизиты полностью его. У меня также по карте его реквизиты были. То, что он натворил, это не значит, что он сейчас скажет, ой, простите, извините, мы все простим. Во-первых, он должен отдать деньги всем пострадавшим, а во-вторых, все равно понести какое-то наказание. Такие люди вообще должны сидеть за решеткой, но явно не как за интернетом. Так что я считаю, что нет, его надо сажать, я бы все пополню. Пока Илья Бабуркин жаловался в полиции на своих девушек, у которых выудил миллионы рублей, они ждали его у дверей отдела. Но в конце концов их всех вместе пригласили в отдел полиции. Илюш, Илюш, когда деньги-то будут, Илья? Илья, как вы можете объяснить свои действия? За что вы деньги потратили? Вы намерены отдавать долг девушкам? Граждане хотят коллективное заявление написать. Сейчас они определятся, кто будет писать, и принят заявление. Молодой человек по какому поводу написал заявление Илья Бабуркин? Я не в курсе, он заявление еще до настоящего времени не написал. А куда он ходит? По какому поводу? Он ушел с дознавателем, его дознаватель пригласил. Мы сейчас написали коллективное заявление по поводу Бабуркина Ильи. Как будет вестись все. Надеемся, что может как-то повлияет это все, что у нас так много. Мы сказали, придет, конечно, ответ об отказе, и все это гражданское правовое, и с этим потом идти в суд. Но все это доказать это легко, есть переводы. То есть пойти в банк, запросить историю переводов, и кому они переводились, это вообще без проблем. Мы все считаем, что это как мошенничество, и ввел он в заблуждение. Скорее всего, уголовное. Потому что столько жертв и такие суммы, не может быть это просто каким-то таким вот... Чисто попросил в долг и не вернул. Все это не так является. Кстати, из-за неоднократных отказов полиции возбуждать уголовное дело и суммы ущербов, которая превышает несколько миллионов рублей, девушки наняли адвоката, который будет представлять их общие интересы и с его помощью все-таки надеются добиться возбуждения уголовного дела.